МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Право на 5 лет, а штраф за пьяную езду составит более 6 тысяч рублей. Стоит отметить, что такая доза алкоголя может быть для человека смертельной. В Наровле ночью 30 января милиционеры обратили внимание на припаркованный «Опель Вектора». В автомобиле было разбито лобовое стекло и повреждено крыло. При виде служебной машины находившийся за рулем иномарки мужчина попытался скрыться. Правоохранители включили звуковую и световую сигнализации и начали преследование. Водитель «Опеля» не останавливался и стал препятствовать обгону. При проезде по улице Первомайской водитель не справился с управлением и врезался в столб. К машине подбежал сотрудник милиции, но водитель начал движение с повисшим на двери милиционеров. Проехав несколько метров, иномарка остановилась. Выяснилось, что 38-летний житель Наровли никогда не имел водительского удостоверения, ранее неоднократно судим за кражи и уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ. Более 10 раз привлекался к административной ответственности. Автомобиль приобрел около месяца назад, но на себя не оформил. По факту сопротивления сотруднику органов внутренних дел, сопряженного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. На пожаре в Мозырском районе погиб пенсионер. Трагедия произошла в садовом товариществе «Яблонька». Возгорание кирпичного дачного дома ликвидировали спасатели. При разборке строительных конструкций они обнаружили тело хозяина дачи 1948 года рождения. В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме. Основная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудники Хойницкого РОВД спасли на пожаре мужчину. Ночью 2 февраля по телефону 101 поступило сообщение о пожаре деревянного дома в Хойниках. По прибытии спасателей к месту вызова в доме горели диван и постельные принадлежности. Хозяин 1977 года рождения находился на улице. Как выяснилось, спасли его милиционеры, которые оказались поблизости. В результате пожара в комнате повреждена кровать и постельные принадлежности. Закопчена стена. Как предполагается, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова